Здравствуйте, дорогие гости Книжного Маяка, те, кто находится сейчас в Доме журналистов на Невском 70, и те, кто смотрит нашу трансляцию в прямом эфире, и те миллионы зрителей, которые будут смотреть это интервью в записи. И сегодня у нас встреча с прекрасно известным вам человеком с резидентом Книжных Маяков, человеком, которого сложно определить одним словом. Это и психолог, и писатель, и куратор, и коуч, и огромное количество слов, а мы обязательно уточним их сегодня. Дамы и господа, я предлагаю вам бурными аплодисментами встретить Андрея Курпатова в эфире Книжного Маяка. Всем добрый день. Всем добрый день. Итак, раз уж я заговорила о том, что мы сейчас находимся в пространстве самоопределения, времена меняются, и люди начинают по-другому к себе относиться. Кто-то был на стабильной работе, переквалифицировался в коуча, в психолога, кто-то, наоборот, был психологом, понял, что нужно что-то более понятное или непонятное. Начнём с того, как вы сейчас себя определяете в этом 2024 году. Кто вы на этом жизненном отрезке? Я, наверное, больше преподаватель сейчас, потому что мы начали говорить про психологов и консультантов, и мне кажется, что сейчас мы действительно входим в очень такое особенное время, когда нужны помощники, такие проводники, я даже использую слово такое, адаптологи, люди, которые понимают что-то про этот мир и как в нём работает, то ли психика, то ли какие-то культурные, общественные процессы и так далее, и которые могут навигировать. Потому что сейчас, конечно, общее ощущение растерянности у людей, с одной стороны, сложно создать образ будущего с теми же профессиями, например, какую сейчас выбрать ребёнку профессию. Вот звучит, он там, малыш, подаёт звуки, его явно интересует, какую профессию выбрать, а какую на самом деле можно будет выбирать, мы сейчас не можем сказать, потому что ни системы образования нет, то к будущему не то, какие профессии сохранятся. Долго была дискуссия по поводу того, что не обладает креативностью искусственный интеллект, и, соответственно, никогда он человека в этом смысле не заменит. Но поскольку он обучается именно креативном продукте, как, впрочем, и любой талантливый художник, писатель, они же это выдумывают всё не с нуля, понимаете, Пикассо, прежде чем превратиться в Пикассо, создал невероятное количество копий картин других великих художников для того, чтобы обучиться мастерству. И после того, как он почувствовал, что он владеет, он уже стал изобретать какие-то новые формы. И искусственный интеллект прекрасно сейчас будет в тех сферах, в которых мы казались себе незаменимыми, нас заменять. Это просто один из примеров профессиональной ориентации, профессионального самоопределения, которое сейчас стоит перед людьми. И здесь я преподаватель психологии и мышления. То есть я, насколько у меня хватает моих компетенций, предлагаю различные технологии, которые позволяют лучше понять человека, его мотивацию и мышление. И вот если этому обучиться и тому и другому, то в целом можно становиться адаптологом, человеком, который будет помогать, справляться в разных сферах с тем информационным потоком, который у нас обрушивается с принятием жизненных решений, которые перед нами стоят. И мне сейчас кажется, что это самое важное, готовить именно таких специалистов и такую, по сути дела, отрасль создавать. Понятно, что очень распространенная была профессия раньше, кассиры, телефонистки, которые печатали на машинках. Все они ушли. Пришли какие-то новые профессии. Считается, что там порядка только 10-15% прежней трудовой занятости сохранилось, и все остальное – это новая трудовая занятость. А что-то вообще ушло в небытие за 100 лет за последние. Но вот мне кажется, что в сфере человеческой деятельности сейчас нужны будут специалисты нового типа. Собственно, меня это больше всего занимает. Мы обязательно сегодня еще про это поговорим, потому что это действительно очень интересно. И готовясь к сегодняшней встрече, к этому интервью, я изучила все ваши телеграм-каналы и посмотрела, какой продукт и какую информацию вы последние месяцы передавали в мир. Это очень интересно, друзья, это затрону. Но прежде сфокусируемся на той точке, где мы сейчас находимся. Это книжный маяк Петербурга, который хочется Дениса поздравить и всех организаторов и участников, несмотря на сгущающуюся тьму, продолжает светить дважды в год всем тем, кто любит книгу, всем тем, кто любит искусство, науку. И вы, конечно, в предыдущей беседе уже отчасти посмотрели на основные тенденции в книжном мире. Но для тех, кто только что пришел, давайте сфокусируемся, какие сейчас тренды на этот книжный маяк и на этот год. Книжные тренды. Мы находимся в одном из самых исторически значимых периодов изменения нашей культуры, нашей цивилизации даже. Я, собственно, об этом и написал книгу «Дух времени. Введение в Третью мировую войну» о том, как фундаментально изменяются ключевые вещи, на которых это и наша субъективность, и наше гражданство, которое у большинства уже стало цифровым, а не каким-то национальным, страновым. Меняется экономика, меняется занятость. Появление 2024 год в этом смысле очень показательной с точки зрения тех прогнозов, которые делались. И еще несколько лет назад, я не знаю, про Четвертую мировую, вот с искусственным интеллектом, я стал писать где-то в 2015 году, еще на СНОБе, в серии статей. Книга вышла в 2018 году, наверное, в году Четвертая мировая война. И там я говорил, вот скоро все оденут очки и будут виртуальные реальности, и все будет им само экранизироваться и показываться. Изучал это совершенно как какая-то нелепость. Сейчас мы уже видим, как это буквально сбывается все на глазах. И это новая реальность. И мы к ней не готовы ни в каких смыслах, ни в человеческом, ни в культурном. И как это дальше будет развиваться, это, на мой взгляд, все находятся немножко в замерзшем состоянии, потому что развитие технологий не остановить, а никакой собственной внутренней повестки мы не имеем. У нас нет повестки спасения человечества как определенного продукта культуры. Мы все с вами продукты культуры. Мы ничем не отличаемся от шимпанзе или орангутанов до трех лет с точки зрения наших способностей интеллектуальных. Более того, шимпанзе нас обгоняют до трех лет по интеллектуальным способностям. Единственное, чем мы отличаемся от самых продвинутых приматов, это невероятной социальностью и способностью к социальному подражанию. Здесь у нас действительно единственное преимущество человека перед другими приматами в том, что мы склонны к социальному подражанию. Именно поэтому мы начинаем подражать языку, мы подражаем подражать каким-то социальным ролям, которые разыгрывают родители наши, воспитатели. Поэтому девочки куколок убаюкивают. Почему этого не делают приматы? Потому что у них нет такой потребности к социальному подражанию. А мы все с вами в детстве пришли с точки зрения культуры голым листом. Так-то мы, конечно, не чистый лист, у нас много разных биологических установок, но с точки зрения культуры мы пришли совершенно нулевыми. Кажись, мы в другой культуре, в других исторических обстоятельствах мы были бы совершенно другими людьми и никому себя не узнали. И вот эта наша способность к потреблению культуры и воспроизводству культуры является совершенно удивительной штукой. Ей на самом деле не так много лет. Если смотреть на историческом периоде, ну вот были культуры, которые были ведущими, это и египетская, и мекенская культуры, и различные генерации античной классической культуры и так далее. Они зажигались как свечи, как, я не знаю, звезды яркие. И гасли, уходили совершенно. И мы сейчас ничего не понимаем про них. Ну, то есть можно изучать египетскую культуру, но это все домыслы. К сожалению, мы обладаем очень ограниченным фактическим знанием об этой культуре. И для меня главный риск сейчас это вот даже не цифровая зависимость как таковая. Я про это уже просто столько раз говорил, меня уже от этого как бы уже выворачивает, честно говоря, сколько можно. Ну вот да, есть цифровая зависимость. Про нее я начал говорить еще в середине прошлого десятилетия. Но только сейчас приняли наконец закон об ограничении количества потребления, использования телефона в школе. Ну, потому что реально дети в школе достают телефоны, плюют на учителей, ведут себя как по палоку. Понимаете, вот что вы с этим сделаете? Вы не можете ничего сделать. Слава Богу, хоть это стали ограничивать. Поэтому сам этот... Но главный гипноз состоит в том, что мы не понимаем, что именно наша культура, а культура это очень сложная же штука, это понимание каких-то ключевых совершенно вещей про то, что мы охраняем во что бы то ни стало. Вот, например, тезисы про свободу, про справедливость, про ценность, про благо. То, что всегда проблематизировалось во всех культурах, которые... Я приводил примеры, которые мы можем еще привести. Сейчас никто... Сейчас спросил современному человеку, что он по этому поводу думает. У него нет по этому поводу мысли какой-то будет автоматически... Что благо сейчас? Ну, как бы... Дальше мы будем обсуждать вот там, что нам технически грозит. Мы уже, так сказать, пересекли все возможные рубежи. Молодые люди скучают, не понимают, чем им заняться. Зрелые люди не понимают, что они столько всего делали, так все старались, теперь это никому никуда не годится. Так, я сейчас буду рассказывать, печально. Меня будут ругать, потому что я вместо... Первое, что я бы хотела отметить, что говорить и говорить о цифровой зависимости и уже устали от этого. А что делать? У визионеров такая роль. Количество слов только спустя какое-то время переходит в качество, когда это начинают замечать и предпринимать какие-то действия, в том числе и законы. И сегодня нам тоже предстоит немножечко эту тему затронуть, еще поговорить об этом. Но вы уже начали, Андрей, говорить про медиагипноз, и, может быть, чтобы было более понятно, о чем идет речь. Понятно медиа, понятно гипноз. Но медиагипноз, вероятно, был все и раньше. И в истории мы знаем, когда людей словом заставляли, большие массы людей заставляли словом или информацией делать какие-то поступки. Чем наш медиагипноз отличается от того, что было раньше? Или дайте какое-то такое понятное определение, чтобы мы двинулись дальше? Это не мое изобретение. Я не люблю ни слова гипноз, но тем более медиагипноз, потому что психотерапии до сих пор с гипнозом пытаются разобраться. Пока не очень успешно, нам признать. Значит, что такое медиагипноз. Самое главное, конечно, то, что у нас нет времени на подумать. У нас нет пауз. Самое важное, это, конечно, в интеллектуальной деятельности, это наличие пауз. Значит, просто когда мы потребляем информацию, у нас работают системы мозга, которые заняты ее обработкой. Это совершенно не то же самое, как производство. Если представить себе, я не знаю, вот там идет шлаковая порода, в ней какие-то элементы благородного металла, и вот ее, значит, вымывают, и вот этот металл, он, значит, куда-то скапливается. Но если его потом никуда не сложат, не отвезут, не переработают, не превратят, там, я не знаю, в какой-то предмет, какой в нем прок? Мы сейчас очень напоминаем вот этот вот такой всеядный какой-то механизм по перебору огромного количества контентов в желании, в какой-то наивной ожидании, что мы там найдем какое-то невероятно прекрасное зерно. Но даже если мы его найдем, его все равно с ним надо будет поработать, его нужно будет довести до ума, что называется, переплавить там этот благородный металл, придать ему какую-то нужную функциональность и так далее. И вот эту часть у нас не хватает. И это скорее не имеет для гипноза, как будто бы есть какая-то установка, которая вносится нам в голову. Я вообще не выношу все эти конспирологические теории. Я считаю, что человек сам себе злобный буратино, и он сам себе организует все возможные неприятности. Совершенно не нужен заговор. Заговор должен быть для чего-то хорошего, но, в общем, тоже сложно, потому что он еще слишком конфликтное существо, и даже когда он по поводу хорошего пытается заговариваться, он, в конце концов, все равно возвращается к дубине. Поэтому цивилизация, цивилизовывать человека это отдельная большая задача. И мы действительно сталкиваемся сейчас с этой фундаментальной проблемой, где нам нужно найти для себя смыслы. Потому что, в противном случае, будет не метеогипноз, а будет просто постоянное потребление непонятно зачем. Для убийства времени. Ну, слушайте, так себе мероприятие. Но человек берется за телефон, у него же нету цели, зачем он... Ну, то есть, понятно, что если вам там надо позвонить в скорую помощь, у вас цель есть, и вы беретесь за телефон. А так-то в целом чего вы, зачем он нужен? Но с ним же больше не расстаются. Понимаете? Человек забыл дома телефон. Вы можете поверить в это? Раньше это было в порядке вещей. Более того, были дома, в которых невозможно было забыть телефон. Потому что его там просто не было. Но мы вот в этом бесконечном потреблении, убиении собственной жизни. Конечно, я понимаю, что это звучит абстрактно. Давайте найдем ценности, давайте найдем смыслы и так далее. Но поскольку мы здесь на книжных маяках, на самом деле огромное количество вопросов в этом как раз книжном мире благополучно было поставлено и они проблематизируются. Есть эти смыслы. Другое дело, что когда мы открываем, конечно, любую социальную сеть или в принципе вбиваем в поисковик, я вот сейчас уже стал страдать от поисковика. Потому что раньше, когда вбиваешь в поисковик, на первых, по крайней мере, двух страницах можно было найти хоть что-то осмысленное. Сейчас, когда вы что-либо вбиваете в поисковик, значит, что-то осмысленное находится где-то за гранью поисковика. Ну да, там какая-нибудь сотая страница, и то вы просто до этого не долистаете до места. Теперь дальше вопрос, поможет ли нам генеративные вот эти модели искать смыслы. Я очень много экспериментирую с GPT разными типами, это же GPT, это просто название типа искусственного интеллекта, а так-то его производят совершенно разные компании с разным внутренним функционалом и так далее. И самое важное, что когда ты ему рассказываешь, понимая смысл того, что ты ему излагаешь, то ты в целом его можешь навигировать таким образом, что он будет с тобой по этому смыслу говорить. Но если ты смысла сам не понимаешь, то есть ты не можешь так написать промт, который ты сам понимаешь, это становится шизофреническим собеседником, потому что у него у самого нету этого ядра, с которым ты коммуницируешь. Он может микрировать, и дальше мы встретимся с тем, что искусственный интеллект будет превращаться действительно в такого очень удобного собеседника, который будет под нас подстраиваться, под нас микрировать и так далее. неплохое решение для одиночества. Всегда есть, кто тебя поймет и поддержит. Но с точки зрения сохранения каких-то смысловых вещей, они утрачиваются. Под смыслами я, опять же, понимаю, не какие-то абстрактные вещи. Условно говоря, мы с вами постоянно принимаем решения. Какие факторы влияют на принятие нами решения? Какими внутренними технологиями мы пользуемся, принимая решения? Понимаем ли мы это? Я боюсь, что большинство нет. Находимся мы в медиогипнозе или мы находимся в собственной какой-то инфантильной уверенности, что технологии приносят только благо. Проблема состоит в том, что любой атом должен быть дисциплинирован. Тогда он начинает работать на человека. Если он нет, он просто радиация. Он несчастный кюрив в свинцовом гробу вместе с дочкой, чтобы не излучать после смерти. А давайте, чтобы от абстракции конкретики перейти, проведем маленький социальный эксперимент прямо сейчас. И я попрошу поднять руки сейчас тех родителей, у кого есть дети-подростки, кто обеспокоен тем, что дети утопают в этих телефонах. Примерно половина. А теперь поднимите руки те, кто сам переживает, что сам в этом телефоне находится, постоянно не может с ним расстаться и уже не знает, что делать с этим. Больше, больше даже тех, кто... Здесь не у всех просто дети-подростки, кто-то еще не успел убежать до этого состояния. Кто-то еще не дорос. То есть даже по поводу себя сложно выставить какие-то... Мы взрослые, осознанные люди, мы же принимаем решения, руководствуясь чем-то, сейчас разберемся чем. И то мы не можем расправиться со своим временем, с тайм-менеджментом и с тем, что мы залипаем в этих соцсетях, которые потом несут негативные эмоции. А что уж сделать с каким-то другим человеком, ребенком своим? Что нам с собой сначала предпринять? Ну, я думаю, надо испугаться. Вот, ну, как бы, у меня нет вообще другого рецепта. Я ученик школы Ивана Петровича Павлова. Вот. Работает две вещи. Вот. Приятные и неприятные. И больше ничего нас не мотивирует. Значит, сейчас у нас есть много приятного, потому что приятно ничего не делать и зависать в телефоне, где тебя... ну, в интернете, где тебя развлекают. Да, это же большая индустрия по развлечению, завладению внимания и перепродаже нашего внимания, значит, на рекламных площадках. Мне интересно просто, что будет происходить дальше с учетом того, что скоро ничего не будет рекламироваться. Ну, просто это будет бессмысленно проводить рекламу, какую бы то ни было, потому что все будет как-то... Ну, рынок совершенно экономический будет абсолютно фундаментально сейчас перестроен за счет как раз вот этих новых технологий и возможностей персонализации для вас изделий, ну, условно говоря, какой-нибудь Амазон, значит, вы можете просто разместить там книгу, он сам ее сверстает, сам ее напечатает, и если ее закажут, ее отправят. Значит, вот скоро так можно будет все что угодно. ну, то есть будет у вас лавка внизу, будете спускать, даже не надо будет спускать, но так допустим, для того, чтобы разыграть эту пьесу. Спускаетесь вниз, и там магазин всего. Вы заходите, выбираете, так тыкаете, вам это тут же изготавливается, ну, потому что технологии роботизации, которые сейчас, ну, позволят, собственно, печатать все, любых, как бы, видов, формах, там, и так далее, буквально штамповать продукты под вас, снимут с вас мерку, вот раньше надо было ходить, делали эти колодки на ноги, чтобы вам делали собственный обувь, сейчас она будет сама производиться, ваш собственный обувь, вот, и реклама продукта в том виде, в котором мы ее привыкли знать, она тоже уйдет на нет, вот, но как бы там ни было, сейчас наше внимание им торгуют, поэтому наше развлекают, поэтому мы, как мотыльки, слетаемся на эту свечку, вот, и в ней благополучно сгораем, вот, я предлагаю испугаться, вы можете сгореть, вот, ну, так как бы подумать про это и сказать, надо ли мне сейчас брать телефон, вот, и возможно в этот момент вы, как бы, остановите себя, но это сложно сейчас делать, я, значит, мне прислали прекрасный нем, я не мог его долго понять, вот, значит, мне присылают картинку и пишут, кто здесь ненормальный, значит, там, значит, стоят люди, смотрят, ну, они, на это, ожидание поезда, вот, перрон, люди стоят, кто ненормальный, черт, я не понимаю, и там, оказывается, огромная толпа, реальные фотографии, один человек смотрит в небо, все остальные, значит, ждут поезда, вот так, ну, ну, нам надо вспомнить, что небо есть. Да, но, наверное, нужно еще сильнее испугать по поводу того, что, понимается под словом, вы там можете сгореть, кроме того, что жизнь пройдет, а небо так и не увидел. Чем еще напугать? Не, вот они меня сами разжуживают, потом говорят, что вы все пессимизм навыкаете? Ничего, ничего, у меня есть заготовлен блог, где мы будем, наоборот, давать надежду. Я дико оптимистичен, чтобы всем было понятно, ни у кого не было ни малейших сомнений. Готовьтесь. Да, вот, значит, если говорить про то, что вас должно пугать, это, конечно, ухудшение качества социальных навыков и потребности в социальных взаимодействиях. Дело в том, что другие люди невероятно неприятные существа. Вот, они требуют понимания, они требуют соответствия к каким-то ожиданиям, желаниям, мнениям, и так далее. И в целом они поэтому противны. Потому что единственное, что нам нравится, это наше мнение, наше желание, наше переживание, и так далее. И все другие должны быть озабочены ими, а не мы их. Вот, в результате мы приходим в общество, в котором люди друг с другом расходятся максимально бортами. Вот, и дальше мы свои желания, эмоции, переживания, и так далее переживаем. Ну, раньше был такой, как бы, мем, что вот, когда только стали появляться эти мемы, тогда еще не было мемов, не считая Докенцевских, значит, в условном крокодиле, значит, что один смотрит, значит, футбол в одной комнате, другая женщина смотрит, значит, еще что-то там, мелодраму, вот, каждый смотрит свой телевизор. Там было всего три канала, понимаете. Вот, когда каналов бесконечное количество, то каждый действительно находится абсолютно в своей собственной информационном пузыре, вот, и полагает, что таков мир. Вот, и, к сожалению, вот наша ситуация, она сейчас такая, что нам не о чем друг с другом поговорить, а в целом мы друг для друга не очень, как бы, комфортные существа. Это не так сильно ощущается в обществе, в котором есть иерархия. Поэтому, вот, прежние семьи большие, да, где есть бабушки, дедушки, дяди, тети, там, и так далее, вот, они создавали очень такую мощную систему иерархии, вот, в рамках которой ты мог, как бы, свое я подзадвинуть, потому что есть, значит, я, которое более значимо, оно находится выше по иерархической лестнице, если ты с ним, значит, плохо себя поведешь, то тебе дальше со всего верха прилетит, значит, ай-яй-яй, нагоняй. Сейчас все, как бы, никакой нету иерархии, нету начальников, нету родителей, которых надо уважать и называть на вы и так далее. В результате каждый сам себе кум-королю сват-министру, вот, и вот мы в результате находимся в ситуации, при которой другие люди просто не принуждают нас к тому, чтобы мы ими интересовались как-то, да, сама система не принуждает нас к тому, чтобы мы кем-то интересовались. Вот, поэтому, если говорить про самый большой испуг, это то, что, ну вот, а что вообще людей может напугать, кроме двух вещей, смерти и одиночества. Значит, если это, по сути дела, цифровая смерть, то есть вы берете и время вашей жизни уходит в никуда. Вы не можете на следующий день вспомнить, что вы смотрели, что вы узнали, ну, как будто день сурка, это смерть, первый испуг, второй испуг, одиночество. На самом деле, вот это стремление к экрану, это способ сбежать от социальных взаимодействий. Ну вот, Робинзон Крузо, причем мертвый, вот примерно такой образ. Повесьте себе такую картинку на, как он называется, экран телефона, вот, и пугайтесь. Но это, на самом деле, я очень оптимистично ко всему отношусь, вот, просто меня вынудили, я как психотерапевт предложил бы решение. Очень-очень понятный и очень доступный ответ, и я надеюсь, что это перспектива действительно напугает тех, кто еще, может быть, не задумывался, как каждый вечер в телефоне или в ютюбе может в итоге накопиться в какую-то жизнь, когда будет вопрос, а где все, а почему мне никто не звонит, и почему я тоже давно уже не снимал трубку от телефонного звонка, а не от смс-ки. Ну, в одном из интервью вы говорили, что спасение от этой цифровой зависимости есть, уже хорошая новость, и это развитие критического мышления. Какая взаимосвязь и какие действия? Я все время тут тоже иронизирую по поводу, мне сложно представить мышление, которое было бы не критическим. Понятно, что есть творческое мышление, которое предполагает, что мы создаем что-то, чего не было. Но мышление действительное, оно обязательно должно начать уметь разделять, разрезать, дифференцировать, различать. если у нас все превращается в гомон, в шум, то мышление невозможно. Мышление всегда это оперирование какими-то отдельными целыми. Второе, это то, что нужно понимать, что все эти целые, они имеют какое-то отношение к чему-то большему. Мы всегда находимся в определенных контекстах, мы всегда находимся в определенных итерациях и взаимосвязях, всегда происходит что-то фактическое. И вот то, что мы наблюдаем, это только часть большого поля. Поэтому соотношение части и целого и понимание всегда своего места в общем рисунке, это сразу становится понятно, что мы приставка к телефону. Понимаете, когда вы научились различать и увидели, и спрашиваете, а зачем мне это показывают? Зачем мне дают эти новости? Зачем мне дают эти... Какая цель? Вы сразу видите, что там сидит или по сути дела обычно работник, который за деньги делает тупой контент для того, чтобы завлечь наше внимание и таким образом продать наше внимание. Как вы начинаете думать про это, то мысль, что вы сейчас начнете... Возьмем эти социальные сети, люди занимаются самопрезентацией. Даже если вы были так любопытны к людям, что хотели бы смотреть за чьей этой жизнью. Я вам должен сказать, я сам делал в свое время реалити-шоу и большой последний герой, фабрику звезд, голода и черт знает что. Это не так просто. Наша жизнь скучна и для стороннего наблюдателя не так уж увлекательна. А здесь мы смотрим постоянно в социальных сетях, люди себя презентуют, рассказывают про свою жизнь и так далее. Это все фуфло, но просто специально сделанное. если вы берете и говорите «это сейчас у меня возьмут мое внимание и продадут компании Плюшкин какой-нибудь какие бывают компании, чтобы никого не обидеть и передадут им мое внимание». Когда вы это начинаете понимать, возникают вопросы сразу. Кроме этого любое мышление предполагает то, что вы способны концептуализировать. То есть вы способны из хаоса всего происходящего создать какую-то мысленную модель, которую вы можете использовать. В этом смысле цифровая среда представляет нам огромные возможности для работы. То есть она действительно является лучшим функциональной штукой. И я вот мне все время выскаживаю «Что вы против цифровизации?» Я за. Я за. Надо просто всех, кто производит там контент, так сказать, я сам готов первый сяду на пароход и мы выйдем без этого, без возврата. А сам пусть оставит этот будет хороший технологический ресурс. понимаете, но нам не нужно такое количество контента. Вся эта конкуренция между производителями и контентом просто ужас какой-то. Никому не нужно. Все это абсолютно лишено смысла. Поэтому когда вы начинаете концептировать, вы можете интернет, цифровые технологии использовать очень прагматично. И это тоже критическое мышление. Поэтому развлечение, отношение части и целого понимания в контексте. И третье это использование под свои задачи, а не чтобы вас использовали. Или как говорят по нынешнему, чтобы вас юзали. Вот как вы начинаете это понимать, сразу странно что-то с телефоном. Чувствую себя неловко. Ой. Те, кто поднимал руки, что зависает в телефонах рабочая схема, получится у вас отложить телефон и больше не зависать так надолго. Да, отлично. Показывают лайки, ставят гипнозом. В последнее время не только словосочетание критическое мышление очень часто в ваших работах, но еще и инфантилизм. И даже в конце или в начале этого года вы выпускали курс, посвященный как раз развитию принятия себя, самооценки, взрослению, критическому мышлению. Что такое происходит? На своем примере стала замечать в последнее время, что вроде бы я и мой круг общения взрослеет, а как будто бы некоторые решения и поступки становятся более детскими, больше эмоций появляются. Может быть, это у меня такая социальная выборка, конечно, но я удивляюсь, мне кажется, несколько лет назад как будто бы взрослее были взрослые люди, а сейчас как будто бы они становятся менее устойчивые психологически. Это очень хороший вопрос. Эта массовая инфлантилизация, собственно говоря, давно уже стала просто огромной проблемой. У меня все время был слайд такой, всякие разные покемоны из этих Марвел и так далее, теория большого взрыва, у всех свой, мы просто даже не задумываемся, что в кино сейчас взрослые люди ходят смотреть мультики, потому что все эти аквамены, человеки-муравьи, там какое-то разное есть, я ничего не понимаю в них, но они все это все мультики со сказками, причем очень примитивными, понимаете, Ганс Кристиан Андерсон с Аскаром Уэльдом на этом фоне выглядят просто как какие-то фантастические просто сложности сюжета нам предлагают. И действительно мы, но почему то, что люди все стали смотреть мультики и вообще в принципе или вот это вот супер-мега фильм про Барби, куклу Барби, я смотрел в ужасе, то есть у меня был реально ужас, то есть это взрослым людям показывают вот эту всю придурошность и в это еще вкладывают великий социальный смысл освобождения женщин от идиотов мужчин, ну как бы я смотрел вот кто, вот что там, начинается все с убийства кукол, девочки убивают своих кукол, вот такое ну нормально, я чувствую, мы начали серьезные кино заниматься и так далее прямо я шучу но это просто полный кошмар но это не случайно это все происходит из-за утраты иерархии иерархии это очень важная часть нашего с вами научения мы как приматы подражаем тем, кто более успешен чем мы как я вам сказал единственное что нас отличает от приматов способность социального подражания мы подражаем никому угодно тем, кто нас сильнее поэтому у нас обязательно должны быть авторитеты у нас обязательно должны быть люди или там какие-то институты и так далее к которым мы относимся с пиететом тогда мы будем учиться если этого не будет мы учиться не будем мы вошли все в это прекрасное время когда нет иерархии и есть очень высокий детский эгоцентризм то что люди становятся более инфантильными это почему они думают о себе и не думают о других они не думают даже о той простой в целом лежащей на поверхности мысли что качество жизни ситуация другого человека если она будет лучше то моя тоже это даже элементарный инстинкт самосохранения что в семье лучше чтобы мы друг к другу говорили приятные вещи потому что нам от этого дома будет комфортно это же элементарная формула но даже до этого мы собственно говоря уже не можем дойти а когда люди оказываются вообще на работе в совместных проектах и так далее просто набор взаимных претензий меня не оценили значит мне не то мне не сё мне не пятое не десятое а что-то сделалось нет но все кругом виноваты это не я чик-чирик это как там что там в домике это не я вот и вот наша сейчас история состоит в том что детство эгоцентричность наша природная отсутствие авторитетов которые бы нас заставили чему-то учиться чем мы более детские тем мы больше эмоциональные потому что мышление развивается тогда когда мы наталкиваемся на препятствия если мы нигде не встречаем сопротивление а мы его нигде не встречаем понимаете мы даже в школе сейчас дети перестали встречать сопротивление им не делают оценки понимаете зачем оценки да в ужас его вогнать ребенка чтобы он понял что надо учиться я прошу прощения но а иначе с какого перепугу значит вот он будет ну я просто я что-то может не понимаю вот ретроград ужасный там и так далее не будут дети учиться просто если а учитель который дает оценку он автоматически обладает авторитетом задумайтесь он меня оценивает я буду учиться учитель буду а если он только с меня развлекает этот я буду у него учиться нет но тем не менее такая тенденция в образовании сейчас есть требование о том чтобы контент образовательный и отношение учитель ученик становилось более мотивирующим что это более развлекательным привлекая внимание ребенка не угрозами и устрашением а наоборот чем-то необычным и интересным ну вот видите я этот как его человеконенавистник хочу человека воспитывать человеческое в нас произрастает оно нам не принадлежит вот даже понятийное мышление это вот такая дискуссия в свое время была между двумя столпами изучающими детскую психологию Жаном Пиаже это французский исследователь и нашим замечательным Львом Семеновичем Выгодским и основная дискуссия состояла в том что Пиаже считал что ребенок образовывая его или нет к 12 годам он все равно будет обладать понятийным мышлением а Лев Семенович говорил нет понятийного мышления надо учиться и если ему не научиться то человек будет ну вот такой попка-попугай то есть он будет в целом все уместно вполне говорить но при этом вот аппарат мышления для того чтобы менять реальность воздействовать на реальность трансформировать жизнь свою у него не будет он считал что 20% только населения обладают понятийным мышлением а остальные к сожалению им не обладают и являются вот такой струящейся массой которая будет все время подлаживаться под то что происходит но понимаете сейчас я вообще не понимаю какое количество у нас производится людей обладающих понятийным мышлением не эгоистов у которых есть социальные чувства которые способны уважать другого человека не потому что ему это чем-то извне угрожает то что в детстве на ребенка можно воздействовать определенным образом чтобы у него формировались определенные стереотипы поведения которые не будут сопряжены с угрозой для жизни когда у вас взрослые детины не умеет никого не принимает в расчет и так далее вот тут уже вопрос как раз становится жестких мер действий ну и что мы будем делать когда будет огромное количество взрослых детин которые не будут иметь представления о границах о нормах о правилах и так далее а мы туда идем к счастью они большинство утопают в этой цифровой среде это такой естественный механизм отбор меня это успокаивает что идиоты они уйдут туда в этот виртуальный мир и не вернутся оттуда но в целом все равно тенденция очень оптимистична у меня даже есть очень оптимистичны цифры статистики по данным исследований за прошедшие два года россияне стали чаще нуждаться в психологической поддержке потому что уровень тревоги растет очень оптимистично и последний ваш курс назван переломный момент психологии что сейчас ломается что меняется ну это у меня был просто эфир под этим названием но мы действительно находимся в переломном периоде потому что по целому ряду если мы говорим про психологию по целому ряду причин во первых все психологические школы которые все хорошо знают и они в том или ином виде до нашего времени дошли это динамическая психотерапия это психоанализы все его различные ответвления когнитивно-поведенческая психотерапия гуманистическая психотерапия разных родов и видов значит они все создавались в другой культуре а поскольку психология она невероятно чувствительна к тому что такое культура и значит какова вот эта почва на которой они рождаются мы сейчас оказались в конструкции что все эти методики подходы взгляды они просто перестают работать вот у нас новая культура я предупреждал про это рассказывал что вот есть ссылался что вот есть тофлер он рассчитал три волны что вот мы сейчас находимся в финале третьей волны информационной начинается цифровая волна все поменяется это отличие волны то что совершенно разные люди значит вот предыдущие психологии они все произведены информационной волной значит у нас сейчас новая новая психика новая система ценностей новая культура вот и нам нужна радикально новая психология значит это первое вторая проблема которая значит характеризует современные как бы ну это даже не проблема сейчас я даже не буду иронизировать и скажу что я очень оптимистично настроен но современные технологии действительно позволяют нам понять как работает мозг как эффективная сфера работает как мышление работает и так далее слава богу в этой части у нас огромное количество совершенно новых замечательных открытий и значит мы получаем возможность редкую организовать психологическую помощь основываясь не на абстрактных теориях а на естественном научном фундаменте который образован современной психологии которая занималась изучением мозга на протяжении это правда не психология занималась а нейрофизиология но вот мы можем у нее взять и собственно говоря начать применять это непосредственно к человеческой практике и третий переломный момент состоит в том что сейчас люди обращаясь за помощью ну раньше если я был психотерапевт и ко мне обращались я мог в процентном отношении сказать что вот ко мне обращается 75% с паническими атаками и фобиями значит 20% обращается ко мне с депрессиями и оставшиеся проценты это разные как бы сказать разнообразие всяких состояний вот сейчас люди обращаются за помощью потому что они просто не знают что делать ну они растерянны то есть конечно всем можно назначить антидепрессанты я все время шучу что наша страна сильно недокормлена антидепрессантами вы идите на улицу и убедитесь в этом вот это факт да но если серьезно говорить то конечно у нас стоит задача ну вот себя самоопределить определить в этом мире вот и большое количество людей испытывая стресс они даже не могут его как бы описать объяснить и так далее ну что с тобой не так ну вот не так ну что все скучно понятно ничего не хочу не знаю что делать ну как бы это новая проблематика это не то что было раньше а дальше она будет только нарастать это будет общество растерянных людей которые будут приходить за помощью потому что бы их навигировали по жизни и дали возможность как раз для этой внутренней мотивации то что внутренние мотивации вообще рождаются от внутренней сложности если человек два притопа три прихлопа то он очень примитивно регулируется если он сложно организован то внутри него возникают эти внутренние токи которые его толкают на какую-то творческую деятельность создательную деятельность социальную деятельность там и так далее Но для этого у него должны быть в стенах наших питерских домов, там, где еще сохранились камины, пространство, которое никто не видит. И там будит ветер ночами. У нас тоже должны быть такие внутренние пространства. А мы сейчас таким путь далек лежит. Есть версия, что невозможно решить проблему на том уровне, где она была создана, и нужно переходить на новый уровень. О чем Вы сейчас сказали? Огромное количество потерянных людей, которые не понимают, а куда двигаться. Но есть еще одна версия или теория, что для того, чтобы хоть куда-то двинуться, нужно иметь энергию двигаться. И до того, как решать психологические проблемы, нужно наполнить организм энергией, а двинуться в физиологию сначала. Различные практики делать, которые наполняют тело энергией, тогда какое-то просветление в какой-то момент произойдет. Как Вы к этому относитесь? Это хотя бы понятное направление? Хотя бы понятно, что делать? Я очень положительно отношусь. Действительно важно то, что касается нашего физического тонуса. Это очень важная составляющая тонуса психического. Наличие разных впечатлений, переживаний и так далее, это тоже стимулирующий фактор. Все это активизирует и ретикулярную формацию, собственно говоря, систему физиологического стресса. То, что стресс – это хорошая штука, дистресс – это плохая штука, а сам по себе стресс – это мобилизация. Любое занятие в спортзале, пробежка и так далее – это стресс для организма, который переживает, вырабатывая те вещества, которые способствуют росту, в том числе и нервной ткани, и общему обновлению такому организму. Поэтому и стресс вот такой физический – это хорошая штука. Стресс имеют в виду хорошие. Вот в прорубь, например, стресс – стресс, но очень хорошо. И только ненамного. Потихоньку закаливание нужно, конечно, приходить. Поэтому это я поддерживаю. У нас еще 4 минуты. Я предлагаю вам пожелать какое-то пожелание от Андрея Курбатова для зрителей трансляции «Книжный маяк» и для тех, кто будет потом в записи смотреть. А потом, друзья, у нас будет большая сессия вопросов из зала. Дорогие друзья, что мне вам пожелать? Это хорошее настроение, оптимизма и так далее. Но если серьезно говорить, мы живем в самое удивительное время, какое только можно себе представить. И больше всего я расстраиваюсь из-за того, что мы в такое время интересное живем, а счастья от этого дела не испытываем. Но это, видимо, естественная реакция нашей психики на жизненные обстоятельства. Когда что-то меняется, нам все время это не очень нравится и так далее. Но время действительно очень интересное. И все, кто разделяет со мной мой оптимизм, я предлагаю вам через него вместе со мной переступать и думать о том, что мы можем сделать, что мы можем больше узнать, где мы можем что-то по-настоящему ценное и значимое сделать, потому что мир будет нуждаться в помощи хороших людей. А я думаю, что те, кто интересуется психологией и мышлением, они должны быть и есть хорошие люди. Спасибо большое. Можете пустынь, да, стартовала эта психология? Можете пустынь, стартовала. Поглубь на психологию. Да, и в качестве рекламы для тех, кто хочет приблизиться к новой профессии нового психолога и адаптолога, у Андрея стартовал курс в телеграм-каналах. Подписывайтесь, много полезной информации каждый день публикуется, много контента полезного. У нас еще есть, между прочим, книжный клуб, здесь представители книжного клуба находятся. Поэтому все, кто любит книги по психологии и мышлению, присоединяйтесь к нашему книжному клубу в телеграме тоже. И я хочу поблагодарить зрителей трансляции книжного маяка. У нас в эфире был Андрей Курпатов, наш любимый, постоянный участник всех книжных маяков. И предлагаю у нас еще буквально пару минут трансляции. Когда нас отключат, мы с вами... Как это прекрасно звучит, да? Мы с вами чуть-чуть про поезд в финале вот такой телебеседы. Хотела задать вам вопрос. Вы же в августе путешествовали, часть какого-то пути проехали вместе с поездом писателей, журналистов и разных интересных деятелей. Как ощущения, как впечатления? Ну, честно говоря, было ощущение пионерлагеря. У меня пионерлагеря самые лучшие воспоминания, потому что большое количество, ну, в целом, большей частью взрослых людей веселятся, смеются, шутят, общаются в абсолютно непринужденной обстановке, потому что поезд создает вот это ощущение, что ты как бы нигде, и в этом смысле это тебя освобождает от каких-то социальных ролей, и все были очень забавные в этом поезде. Вот. И я с удовольствием наблюдал эту картину и разделял с ней на их радость. Вот. Ну, и мне кажется, это большой все-таки имеет миссию, понимаете? Это же знак, это символ того, что вообще еще книги есть. Я просто боюсь, что скоро это надо будет рассказать. А вот в наши времена были диафильмы, понимаете? Кто-то помнит. А так мы будем рассказывать, в наши времена были книжки. Ну, а это на самом деле очень важная часть, создающая остров культуры. Это правда. Ну что ж, мы благодарим всех, кто был с нами в трансляции, друзья Андрей Курпатов, и бурные аплодисменты зала. Мы завершаем этот эфирный час.